Т-90 и Абрамс оснащены принципиально разными силовыми установками. В качестве силовой установки для американского танка выбрали газотурбинный двигатель мощностью в 1500 л.с., а на российском танке стоит 1000-сильный дизель. В турбине заключается и достоинство, и недостаток американского танка. Она очень прожорлива, но надежна и не слишком шумна. За счет более высокой экономичности дизеля по сравнению с газовой турбиной, Т-90 имеет значительно больший запас хода – 550 км против 350 у Абрамса. Однако это почти не повлияло на скорость. Скорость передвижения по шоссе составляет около 70 км в час у обоих танков. Сочетания достаточно скромной мощности при большом весе не позволяют Абрамсу быстро уходить из зоны огня в городских боях, просто закатываясь за угол.